для тех кто пропустил или впервые попал наш канал рассказываю мы привезли родителей в турцию они впервые за границей и естественно впервые в турции мы отсняли уже три выпуска про их отпуск а это четвертый и он грустноватый пацаны не реветь я ну ладно не буду вас грузить присаживайтесь поудобнее и погнали собрались и отправляемся еще вон кошку подкармливаем постоянно ходят все домой съезд когда ездили в райскую бухту вот мы сюда поворачивали а сейчас едем вчера и поэтому нам прямо кемера дочерал ехать буквально минут 40 потом больше времени тратить чтобы спуститься с горок по серпантинам к берегу а так дорога всегда отличная а дальше вот после дороги к берегу нужно спускаться по такому изнурительному серпантину например если вы с караваном могу вам сказать что это можно сделать нас друзья спускались но у них тягач mitsubishi bajero а караван 6-ти метровый что ли вот они спускались да там у них под воняли колодки но тем не менее видите что творится смотрите на 180 градусов просто джигс вот так вот еще поворот так но вот мы спустились этот азиатский вайп вчера лак всегда вот прям приятно здесь находиться кто ни разу здесь не был обязательно нужно сюда приехать потому что здесь ну очень круто гулять здесь по вечерам классно здесь из достопримечательностей старый этот город древний город точнее остатки остатки олимпус вот и химира гора где горит постоянно огонь здесь мы периодически мороженое берем этой палаточки ну едем уже пляжу ну конечно береговая линия здесь большая и также здесь ликийская тропа по которой можно куда-нибудь прогуляться зависит какая красота но явно ты как будто бы не в турции и как будто где-то в азии нам когда говорили что это похоже на азиатскую деревушку мы не понимали потому что но не были никогда когда побывали там на шри-ланке в таиланде понимаем что это такое еще прокат великов очень развитые многие а ну вот как раз ведь сколько велик можно в аренду брать велики каяки саборды решили вот так вот в тенечке оставить машину и пойти на пляж так-то на парковка справа есть парковка слева есть ну здесь вообще как бы пляж длиннющий длиннющий места хватает абсолютно всем там он дальше еще находится кемпинги с которым мы стояли вот слышите вы когда в то и были я вот говорю вот но нету такой природы в то его посмотреть какая красота это просто отвал башки ну и плюс еще вот такая вот глазурь на море глянь какой цвет несмотря на то что она сейчас штормит сегодня сильный ветер это чирала видите пляж какой пустой здесь места всем хватает но вот этот вид это вообще это поэтому делаем пару фоточек и идем купаться ну чё идем ом смотрите как прекрасно цвета воды по мамулька там уже кайфует кайфуешь ребят я не знаю этот вид за спиной это что-то нечто ой поплыли под воду пока не ныряем потом более спокойной атмосфере на маску прицеплю в каком-нибудь выпуске обязательно покажу подводный мир средиземного моря мы-то его уже посмотрели вот это дует вот так выглядит берег с моря ой какая красота кто никогда не был вчера лох обязательно ребят первым делом приезжайте сюда но если нам немножко с ветром не повезло ветер сильный дует а так здесь пошло мне серьезно таким ветром даже из воды не охота выходить нам так хорошо а здесь прям кто-то дайсон видимо включила я хотел потом показать куда мирно мы тут видели давиду рыбу все ее посмотрели мы все сплавали в масках сейчас хочу показать еще на камеру чтобы было собака все так вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему не пошли в Олимпус? Ну, потому что то же самое, что и с Химерой. Им сейчас это, во-первых, не нужно, а во-вторых, цена входа в Олимпус... Кусается. Сейчас ждем родителей и будем отправляться. Люди вот все в автобус бегут прям по ступенькам, боятся не успеть. А у родителей у нас личный трансфер. Катаем их каждый день туда-сюда, туда-сюда. Вот она, дама с собачкой. Идет, 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 идет. Дедушка с бутылочкой для собачки. Так долго простояли в пробке. А там, короче, авария. Прям перевертыш. Как это? А, ну у нее, наверное, лопнуло колесо. Вот она отлетела в бордюр и кувыркнулась. Вот. Это минусы легких машин. Легко переворачиваемые. Будьте аккуратней. Вот так вот. Ой-ой-ой. А накачанный, да? Да. Ой, ребята, не гоняйте. Будьте бедительны. Когда первый раз самостоятельно в Турцию прилетели, мы жили вот в этом вот районе. Морат Паша называется. Вот в этот рейсик ходили кушать на первый этаж. Вот в этот Мигрос ходили, покупали еду. Там еще прямо возле нас есть Мигрос маленький. Там я карту свою первую сделал. Мигрос, я думаю, до сих пор она с нами. Вот сюда нас привезли тогда на такси. Мы еще нифига не знали, тупили. Таксисту объясняли. Так, и вот Мигрос. И вот наш балкон, мам. Вот, смотрите, вот слева прямо вот эта. Вот эта. Вот квартира. Вот в этот ходили на завтрак. Вот в это вот кафе. А вот здесь вот был рынок. Вот здесь вот. И госпиталь. Мы как раз заболели короной. И ходили сюда в госпиталь. Вот он. Анатолия госпиталь. Конечно, мы привезли родителей на водопад Дюден. Это лучшее место природное в Анталии. Прямо вот сто процентов, которое прямо в городе. Здесь, кстати, есть Риверсайд. Такое символическое название. Как квартира в нашем комплексе. Завтрак, смотрите, две персоны, 600 лир. Это достаточно, кстати, кайфовая цена, между прочим. Вот можно даже вот за такими столиками посидеть. Смотрите, какие прикольные. Ехали вдоль такого ручья. Да и, в принципе, и сейчас, видите? Ручеек такой, конечно, бурлит, бурлит. Но потом в конце он превращается в вау. Но там на самом конце будет трындец. Вот мы дошли до таких агрессивных порогов. Смотрите, какая красота. Какой шум. Вообще, не дай бог сюда попасть. Да? Вот интересно. Холодная она? Наверное, да. Но это не горная. Хотя за горы спускается. Вот это здесь открывается вид. Только посмотрите. Видите, какая креста? Там эти отвесные скалы. Там можно взять кораблик и подойти прямо вот на корабле к водопаду. Мы все никак сделать не можем. А если присмотреться, видите, вода отлетает от водопада. Но его здесь не видно. Надо пройти туда на угол. Его не видно здесь. Пошлите на другое место. Здесь большой парк. Большая детская площадка. Бесконечное количество дорожек. Здесь можно гулять, гулять, гулять. Сколько, вообще сколько угодно. Начинается, вот видите, водопад. Просто вниз туда. Красота. Вот прям, видите, катера подходят. Маленькие. Даже туда. Видите? Вот это красота. Видно, что? Вау, радуга. Подальше отошли с этого места. Еще он красивее и мощнее. А там самый интересный, посмотрите, там снизу рыбаки. И пытаются поймать, вот закидывают туда прям удочки. И вот в это все месиво. И пытаются поймать рыбу. Мы уже к вечеру приехали погулять в Анталию. В центр, в старый город. Где-нибудь здесь поужинаем. Покажем красоту города. Единственное, здесь, конечно, проблемы. Это парковки. Это просто трындец. Но машину кое-как оставили. Правда, идти где-то метров 600 до ворот. Как они называются ворота? Адриана. Центр города, как всегда, прекрасен. Единственное, что я раньше не замечал, что в Анталии так же грязно, как и в Стамбуле. Смотрите, вот они, ворота. Здесь нужно делать фотку, как всегда. Здесь идешь и сплошная красота. Да, направо. Это, кстати, вот можно в мечеть зайти. Там сейчас служба идет. Так, сюда Марина уходит. Вот, наверное, нам туда. Гляньте, какова красота. Путешествие с детьми. Это вот так. Коляску мы с собой не брали. Смотрите, ребята, отказывается. В Анталии, возле этих ворот, есть Дода, пицца. Нифига себе. Мы проезжали, Носенка еще говорит, о, Дода. Вот это да. Ну, это просто наша самая любимая вообще пиццерия в мире. Теперь она еще и в Анталии. Интересно, давно ли открылась? Здесь, кстати, цены можно посмотреть. Ну, а мы пришли кушать в Таву к Дунаисе. Смотрите, какие цены. Во. Вообще вот такие сейчас цены. Было 220 весной. Во. Видите, ну все, погнали. Здесь поедим. Настюшке принесли салат. Здесь какие-то нутовые котлетки. Ну, палафель. А, палафель, ага. Хомус и овощи. Приятного аппетита. Так, а детям вот такие вот штуки принесли. Здесь очень вкусная картошка. Вот ее, словно, на сковородочке позарили, да? Мирошка, вкусно? Угу. Доширака не хватает, да, Мирошка? Папец любозья. Видишь, у тебя правильное питание, сыночек. Угу. Да. Ну и традиционные, это, конечно, здоровенные просто тарелки. Макароны. Вместо макарон можно картошку взять. Ну и мясо в различных соусах. Мироша, на. Да. Кстати, как всегда, по цене вышло 1615 лир. Все, мы сыты и довольны, отправляемся домой. Все устали от этих прогулок. Я-то завтра буду еще отвозить всех, а вот все прощаются. Мальчишки плачут. Эх. Пацаны, не ревите, а. Они обещали еще приехать. Мам, я не могу сюда так. Вот вы маму сюда. Вот вы маму сюда, а сейчас Настя так же. Эх. Все. В общем, прощаемся. И завтра едем в аэропорт уже. Ну и вот наступил тот день, отчасти грустный, что родителям надо выезжать. Взяли билеты. Взяли им билеты и все, сейчас еду их отвозить. Вчера круто провели турецкую ночь. В общем, родители довольны. Надеюсь, они это будут делать постоянно. Надо в отеле только их забрать. И поедем в Анталийский аэропорт. Кстати, ребята, я как-то о выпуске уже говорил, что сейчас сделали второй терминал. И мы по привычке приехали в Анталию в терминал, который всегда был. И не могли никак найти родителей. В итоге потом разобрались. Оказывается, построили второй. И сейчас там строят третий терминал. Поэтому сейчас, когда вы будете летать сюда, в Турцию, смотрите, что у вас написано. Анталия-1 или Анталия-2. Если вот два, то это второй аэропорт. Кто-то тоже едет в аэропорт. Видите, вот стоят с вещами. Но это не наши клиенты. Наши клиенты, видимо, только выселяются. Родителей надо сопроводить до паспортного контроля. Поэтому заедем на платную парковку терминала второго. Ну и посмотрим, сколько она стоит здесь. Самому даже интересно поглазеть, что это будет стоить. Так, ну давай, где места? Его еще достраивают. Будет огромный-огромный вообще терминал. Может быть, тот оставят именно для несезона. Это хрен его знает. Ну вот это новый, видите? Интернациональный терминал-2. Так, как выглядит здесь аэропорт? Зашел, кстати, в обменник и родителям поменял деньги, чтобы, ну, дать им, чтобы там воду и так далее купить. Полтора шкуку дал рублей. Десять баксов только дали. Курс люто невыгодный. Поэтому, ребятки, заказывайте. Принял у нас казахстанскую карту, чтобы путешествовать вообще без каких-либо вот этих непонятных курсов. Кстати, кто хочет багаж обмотать, десять баксов тоже стоит. Миниатюру сделали. Аэропортик. Видите, как клево. Это вот второй терминал. Здорово. Ну, вот и все. Отправил родители, паспортные прошли. Очень вовремя мы приехали в аэропорт, потому что сейчас привезли там пакетников. Там я хочу сказать, что там просто ужас. Там почти битком аэропорт. Даже просто сам вход в аэропорт, конечно, битком. Да, ну и все, пошли, в принципе, быстро. Даже парковка посерьезней забита. О, я Банжи. Кто-то Теслу выхватил. МД. Мы очень рады. Вообще безумно, что у нас получилось перевезти родителей, что мы им дали такой вот отдых. Со все включено. Это, конечно, вообще... Это классно. Я рад. Очень рад. Все, едем домой. Так, вот они, пункты оплата. А, а вот цены. Я сейчас, наверное, лучше это... Фотку прикреплю. Вот вышло 90 лир. Ага. Это, видимо, чек. Почему 90, не понял. 90 лир, потому что у меня... Вот он, мини-бус. И больше часа я там простоял. Слушайте, ну, вообще недорого на самом деле. Я, если честно, думал, что цена будет космос. Учитывая, что в Турции нам все подорожало, да. Я думал, сейчас будет цена, типа, как у нас. Только в лирах. У нас, по-моему, что-то рублей 300, да, там, час в аэропорту. Вот я думал, может быть, лир 300 будет. Ну, на самом деле, вообще классные цены. На самом деле, достаточно доступно, чтобы не суетиться. Приехал, поставил, проводил. Время пролетело незаметно. Но это было круто. Продолжение следует...